Привет, друзья! Слушайте, вы не представляете, какое количество денег тратится, оказывается, миллиардов, сколько тратится для того, чтобы нам всем людям внушать, и не только у нас в стране, а вообще, вообще, что от людей ничего не зависит. Вы представляете? Как интересно! Я вот со своими друзьями сейчас вот по скайпу разговаривал с некоторыми. Да, я, ну это журналисты хорошие, все это я с ними разговаривал. Давайте сделаем мозговой штурм, подсоединяйтесь, потому что мы с Романом Газенко уже запись сделали, и мы сейчас пригласили туда еще несколько товарищей известных, с которыми будем готовить мозговой штурм. А мне говорят, слушай, да нужно, что ты говоришь, какой мозговой штурм, кому это надо, вообще, весь народ в таком положении. Я говорю, хорошо, народ, а ты-то, ты-то, я говорю одному журналисту, ты-то, говорю, чего, давай подсоединяйся. А он мне говорит, да ты знаешь, вот это все вот так, это бесполезно, потому что весь этот образ будущего, это утопизм такой, что дальше некуда. Вот, говорит, я смотрел там Соловьева, я говорю, слушай, и что, ну что? Ну там он там про Жилиновского, что там нужна какая-то победоносная война какая-то. Я говорю, ну слушай, ну это же понятно все, это же диагноз. Ну раньше такое было понятие, это же диагноз. Он говорит, ну диагноз, диагноз, ну вот видишь, все же люди под этим находятся. Я говорю, слушай, ну ты-то не находишься под этим, давай вот подключайся. А он говорит, да ну, ну короче говоря, вот так, вот так, все находятся под этим зомби. Слушайте, такая хорошая книжка была про Манкурта, про Манкурта, да. Ой, какая книжка была. И дольше века длится день, и дольше века длится день. Это же когда еще было написано, такая прекрасная, такая прекрасная. Ах, Чингис Айтматов, ой-ой-ой. Ой, когда еще было написано, психологии человека. Это же толповая психология. Ну раз все так думают, значит и я там, ну чего там мне высовываться. Друзья, да от нас же все зависит, но от нас, потому что просто мы находимся под колпаком вот этого. Столько миллиардов тратится, целенаправленно, чтобы каждый человек вообще ни-ни, думать не моги, что от тебя чего-то зависит. Больше в чем дело. Понимаете? Ну я-то психиатр, я же понимаю, как это бывает. Я же понимаю, как бывает, когда кто-то, кто-то что-то начнет. И все начинают, да, оказывается, вот оно, вот оно, свет появился, свежий воздух. Главная идея, главная идея. Идея-то есть, свежая идея. А ее-то нигде там нету. А у нас есть. Давайте будем делать так. Все желающие. Поскольку мне это же в комменте подсказали, у меня там в комменте подсказала девушка, она говорит, а почему, говорит, вы только предлагаете там 10 человекам в мозговом штурме участвовать, а может быть мы тоже хотим. Так давайте. Молодцы. Это же и есть сотворчество. Совместное творчество. Это и есть. Мы вместе будем готовить сейчас этот мозговой штурм. И в 10 часов вечера, 7 декабря. Нет, давайте, знаете, как сделаем. Не в 10 часов, может быть, кто-то там не может. А в 8 часов вечера, 7 декабря, именно в 8 часов вечера, 7 декабря 2020 года, мы на нашем канале начнем открытую трансляцию для всех желающих. С целью мы будем обсуждать на зуме, мы туда будем бросать в чаты зум, номер зума для подключения всех желающих, чтобы все подключались и желающие к совместному созиданию подготовки мозгового штурма. Ох, будет весело. И песня будет с нами. А песня эта, извините меня, людей поднимает. До встречи. Сейчас будет объявление.